Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева, и мы сегодня рассмотрим, как обрезать дерево персика, которое пострадало и от весенних заморозков, и вы видите, что листья у нас поражены курчавостью персика. Это большая проблема, и я думаю, что каждый с ней сталкивается. Есть сорта, которые очень чувствительны к данному заболеванию, и, естественно, для дачников лучше бы выбирать все-таки сорта, которые устойчивы к заболеванию, но есть как есть, и из каждой ситуации, в принципе, можно найти выход. Что здесь делать в таком случае? Видите, частично были ветви удалены уже после зимнего подмерзания, но весной у нас в начале мая заморозки были до минус 5-7 градусов, и вы видите, что даже те почки, которые уцелели, они поразились курчавостью, и урожай, естественно, пропал весь, хотя цветение было. И сейчас будем разбираться, что делать в такой вот конкретной ситуации. Так как сберегать уже здесь нечего, потому что ничего не уцелело и ничего не завязалось, при таких заморозках для косточковых критичной температуры для оплодотворения является плюс 2,4 градуса. И даже если такая температура случилась, уже пыльцевая трубка останавливается и не прорастает так, как нужно, в пестик. Лопает кора, и видите, начинает дерево самозалечиваться и выделяет вот эту камедь. И уже даже по камеди течению можно сделать вывод, что с деревом не все так просто. Что мы сейчас будем делать? Мы будем резать вот до таких вот точек листовых, которые жизнеспособны и которые еще пока не заражены грибом курчавости. И что мы будем сейчас делать? Так как дерево персика растет очень быстро, вегетативный рост у него очень сильный, мы будем резать на те листья, которые здоровые, которые не успели повредиться заморозками и грибом. И поэтому резать будем кардинально, урожая не будет, а нам здесь у персика, он склонен к перекочевыванию плодоношения на периферию, поэтому резать будем не стесняясь, кардинально. И тоненькие веточки обрежем секатором, а толстые ветви уже будем резать пилой. Вот смотрите, мы срезали тоненькую веточку и видите, что мы видим? У нас подмерз камбий, да? То есть дерево очень здорово затронуто заморозками, потому что все-таки минус 7, когда весна и еще было достаточно сильное оводнение тканей, дерево пострадало очень сильно. Но восстановительная сила у него тоже большая. И я надеюсь, что не глядя на такую вот жесткую обрезку, дерево должно у нас восстановиться. Если будет хорошая погода, то есть достаточное количество тепла и влаги, то восстановление должно произойти достаточно быстро. Дерево вот обработано, наверное, дня три назад. Вот смотрите, срезала крупную ветвь. У крупной ветви все целое, чуть-чуть затронуто чуть-чуть фрагментом камбий. Но зато смотрите, что на этой ветке можно видеть. Вот классическая картина поражения грибом, да? Вот оно как выражается. То есть мицелий зимует на веточках, и хотя обработки велись достаточно часто, но гриб достаточно устойчив. И как только наступает такая засушливая погода, он развивается в полной мере. Значит, сейчас его, естественно, нужно будет еще раз обработать. На сей раз уже желательно какой-то системный препарат, какой-то системный фунгицид. Из таких системных фунгицидов хорошо бы, допустим, ну, типа, скоро что-нибудь такой препарат, который лечебный эффект имеет, либо такие уже специальные наводные значения против мучнистеростяных грибов. И, естественно, нам нужно усилить рост, поэтому, чтобы восстановилась листва, нужно будет подкормить. Здесь уже нужно будет кормить и азотными удобрениями обязательно, да? Ну, и, по сути дела, до 15 июня запросто можно кормить все, что угодно. Ну, и с натягом можно кормить до 15 июля. В данном случае, я думаю, что можно и до 15 июля будет кормить. Ну, а потом в течение сезона просто посмотрим, насколько восстановилось дерево. Можно будет, допустим, если вот здесь вот макушечка с ней будет не очень хорошо, можно будет перевести вот на это, на молодую древесину. В принципе, это можно сейчас делать, но здесь вроде неплохая ростовая точка, даже две. Поэтому попробуем пока оставить так. Так, если что, коррективы можно потом будет внести. Собственно говоря, здесь и так, как бы ситуация зашла далеко, да? И, ну, попытаемся реанимировать дерево. Конечно, лучше до такого не доводить, да, но ситуация по-разному складывается. И иногда просто так небесная канцелярия располагает, что вы просто не сможете физически успеть, особенно если вы на участке бываете только по выходным, то это, ну, достаточно частая ситуация. Ну, вот с этим у меня все. А продолжение, во всяком случае, как выглядит дерево, я думаю, что мы где-то в июле снимем, посмотрим, как это дерево поведет себя, как оно ответит на вот такую нашу кардинальную обрезку. Сегодня вечером я его обработаю и полью под корень такими комплексными удобрениями с достаточно высоким содержанием азота. Хороши еще будут аминокислотные подкормки, тоже когда вот критические такие ситуации, когда нужно дерево восстановить. Аминокислотных препаратов очень много. Я умышленно не называю никакие препараты, потому что потом могут обвинить в том, что ты рекламируешь какие-то фирмы. Вот, чтобы не возникало никаких вопросов, заходите в любой хозяйственный отдел и спрашивайте аминокислотные препараты. И обрабатывайте. Вот с этим у меня все. Субтитры создавал DimaTorzok